За российским футболом кроется политика. Киосте и Карванин. Клева, Финляндия. 5 июня 2018 года. Стоит вспомнить, какие события в начале этого тысячелетия были связаны с двумя крупными спортивными мероприятиями, как во время их проведения, так и сразу после них. В августе 2008 года в Пекине проходила летняя Олимпиада. В это же время в Грузии несколько дней шла война. Грузия поддалась на провокацию и ввязалась в неудачную для нее войну, к которой Россия была, очевидно, очень хорошо подготовлена. В результате Россия отделила Абхазию и Южную Осетию как независимое государство. В феврале 2014 года в Сочи состоялись Зимние Олимпийские игры. Несколько дней спустя Россия отправила зеленых человечков на Крымский полуостров. Вскоре Крым был присоединен к России. Тогда же началась война на востоке Украины, которая продолжается до сих пор. В обоих случаях бросается в глаза то, что Россия воспользовалась ситуацией, когда внимание мира было приковано к спортивным мероприятиям. Подобную тактику используют не только во время спортивных мероприятий. Когда в октябре 1956 года в Венгрии началось восстание, в тени происходящего Израиль пошел на войну с Египтом. Пока ничто не говорит о том, что во время чемпионата мира по футболу произойдет нечто подобное. Несмотря на это, игры напрямую связаны с политикой. Чемпионат мира по одному из самых популярных видов спорта, как и Олимпиада 2014 года, отличный способ для России показать, что она вновь стала великой державой. В Грузии, Крыму, на востоке Украины и в Сирии страна демонстрировала свой статус сверхдержавы при помощи оружия. На спортивных соревнованиях для этих целей подходят стадионы, построенные на деньги олигархов, и, например, государственная допинговая кампания, продемонстрированная на Олимпиаде в Сочи. Чемпионат мира получил политическую окраску в первую очередь из-за скандала с отравлением в Солсбери. На Западе считают очень вероятным то, что Россия пыталась убить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию при помощи нервно-паралитического газа «Новичок». Вопрос о поездке министра спорта Финляндии Сампатерха, Сампатеро, на чемпионат мира в Россию пока остается открытым. В середине мая он говорил, что решение будет принято в зависимости от политической обстановки и графика. Ведь за финскую сборную пока не надо болеть. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, Борис Йенсен, ранее извительно заявил, что президент Владимир Путин собирается воспользоваться пропагандой на чемпионате мира так же, как это в свое время сделала нацистская Германия на Олимпиаде 1936 года. В ответ Россия напомнила Великобритания, в каких отношениях с Германией в то время находился Лондон. Россия уже заранее предполагала, что западные СМИ начнут очернять ее образ перед началом чемпионата мира. Если бы Россия и Великобритания, которые сейчас находятся в напряженных отношениях из-за скандала с отравлением, оказались в одной группе, ситуация была бы похожа на историческую насмешку. Первый матч Великобритании состоится в Волгограде, бывшем Сталинграде. Шутка истории была бы еще беспощаднее, если бы в одной группе оказались Россия и Германия, и страны встретились бы в Волгограде или Санкт-Петербурге. Поскольку США не вышли на чемпионат мира, соперничества сверхдержав на стадионах чемпионата мира не будет. Бойкот спортивных мероприятий, как их политизация, не на выпад луной. Многие западные страны бойкотировали московские Олимпийские игры в 1980 году, выражая протест против оккупации советскими войсками Афганистана. Советский лагерь ответил тем же, устроив бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе в 1984 году. Были и другие случаи бойкота по разным причинам. Хотя Путин больше увлекается хоккеем, он, вероятно, как казак, возьмет все, что плохо лежит, и использует чемпионат мира по максимуму. Казак берет все, что плохо лежит, финская пословица, примечание пер. Россия подала заявку на участие в чемпионате мира в 2009 году, и ее выбрали страной для проведения спортивного события годом позже. И хотя Путин еще в 2007 году в программной речи заранее предупреждал в Мюнхене о своих будущих действиях, во время выбора страны хозяйки мир был куда более спокойным, чем сейчас. Проведение чемпионата мира утвердили, и он должен состояться. Когда начнется праздник футбола, было бы хорошо, чтобы хотя бы в это время не бомбили Сирию, Северная Корея не нанесла ракетный удар, а президент Дональд Трамп, Дональд Трумп, вел себя поспокойнее. Киостик Арванин, Киостик Арванин, главный редактор издания. Киостик Арванин, главный редактор издания. Продолжение следует...